Зачем Путин экстренно выехал в Китай? Может ли это означать начало Третьей мировой? И зачем мэрия Москвы свела секретные адреса российских спецслужб? Об этом и не только. Говорим сегодня с бывшим шпионом и бывшим сотрудником КГБ Сергеем Жирновым. Сергей, рад вас приветствовать. Привет Владислав и привет всем вашим людям. Перед тем, как начать наше совмещение, мы здесь традиционно сначала обречаемся к нашей с вами аудитории. Если вы смотрите это видео, прямо сейчас ставьте ему лайк, напишите под ним комментарий, например, что бы вы спросили у Сергея Жирнова. И вот обязательно напишите, откуда вы нас смотрите. Это все помогает в продвижении данного видео. Наш сегодняшний разговор потом посмотрят как можно больше людей. Сергей, сегодня российский диктатор Путин отправился в Китай к Сидзиньпиню. Это его первая поездка за пределы бывшего СССР за год. Ожидается, что по итогу переговоров лидеров могут создать в БРИКС особую зону совместных технологий между Пекином и Москвой. Как вы считаете, зачем действительно Путин поехал в Китай и что вообще может означать эта встреча? Во-первых, я немножко не соглашусь с вами по поводу того, что Путин диктатор, а Путин никакой не диктатор, потому что диктатор был Сталин. Сталин был диктатор, человек, который навязывал свою волю. Путин, если бы был диктатором, он бы арестовал Пригожина и расстрелял бы его на Красной площади. А он даже Пригожина расстрелять не мог по нормальному на Красной площади. Вместо этого ему прислушивали устраивать ему Пригожину, я имею в виду, авиакатастрофы. Зачем он поехал в Китай? Потому что вот там находится настоящий диктатор. Вот там находится Сидзиньпинь, который стоит во дворе коммунистической партии. Китая, который занимается идеологическими вопросами, который уходит в идеологию от простой экономики уже начиная с прошлого года, практически уже год скоро исполнится, после последнего съезда КПК в 10 диктиньпинь, нарушил традиции и остался на третий срок, и даже, возможно, что не пожизненно. И в этом смысле, кстати, то интервью, которое дал Путин, который сказал, что вообще о каких правилах вы говорите. Вот правила даже перестали соблюдать даже в самом Китае. Потому что в течение предыдущих руководителей, начиная с Денса Алпина, было правило, руководитель остается 2 срока по 5 метров, а дальше меняется. Сидзиньпинь это нарушил. Вот. Путин поехал, ну, во-первых, просто пошвырнулся, да, потому что ему надоело сидеть, значит, изгоем в Российской Федерации, понимать, что он не может поехать ни в одну нормальную страну. Вот. Но он съездил в Центральную Азию, в Кыргызстан, но Кыргызстан это все-таки не то. Китай большой брат и так далее. Вот. Дальше этот Китай, ну, в змея, этот визит, вообще вся эта история, это китайская история. Да, потому что это то, что придумал Китай, вот эта история с один путь, там, один пояс, один путь, это история Сидзиньпиня, это история Китая, это огромная инициатива экономическая, геополитическая Китая. Китай принимает, надо вам, нашим зрителям, которые еще не очень вкусны, которые не видели еще в картинках, чтобы они понимали, на каком уровне. Там уже, по крайней мере, на снимках человек 40 стояло вокруг Сидзиньпиня, а вообще там подразумевается, что туда приедет порядка 140 или 150 первых или вторых лиц стран. То есть, грубо говоря, это мини-генеральная ассамблея организации объемных наций. И это явно лучше всякого БРИКСа и лучше всякого 20-го. И Путин в этом смысле поехал в Китай не как важная персона, потому что там 150 важных персон. Путин один из этих 150. Да, его поставили по правую руку от Сидзиньпиня. Да, он, конечно, представляет иногда большую страну, которую представляют другие руководители. Но надо понимать, что на самом деле эта история — это такое тонкое издевательство Китая над Путином и на Российской Федерации. Потому что это не двусторонний визит, это не государственный визит, это вот не совсем то внимание, которое хотелось бы повысить Путину от этого визита. И самое главное, я не знаю, видели ли вы интервью, которое Путин дал китайскому телевидению. Вот вчера его показали. Это интервью. Вот вы, Владислав, человек молодой, вы это не помните, вы это не можете помнить. Я жил ещё при Брешке. Вот у меня было такое впечатление, когда Путин давал это интервью, что это интервью не руководителя государства российского, а это интервью какого-то достаточно высокого, например, регионального, допустим, условно узбекского лидера, которому задают вопросы по поводу Леонида Ильича Брешнева. Генерального секретаря КПС. И вот этот самый узбекский лидер Путин, он, значит, поёт дифирамбы генеральному секретарю КПК Китай. И вот хотя в разговоре он говорит, мы все равноправные, мы там без всякой разницы, но мы же понимаем, что какой Китай равноправный с Российской Федерацией. И где Путин и Лидер равноправились с Китаем? В 10 раз больше населения, в 10 раз больше экономики, в 4 раза больше, в 3 раза больше вооружённые силы, я имею в виду бюджет у Китая, чем у Российской Федерации. Единственная вещь, которую Российская Федерация формально превосходит в Китая, это территория и ядерное оружие. Но у неё ядерное оружие советское. Мы там не знаем, сколько из этого советского оружия ядерного работает. И Путин в этом интервью просто поёт дифирамбы старшему брату. Это абсолютно такое людское интервью. Он, грубо говоря, резиновую цепочку с шершавым языком обрезал со всех сторон. Это позорище, которого я давно не видел из уст руководителя, который претендует на то, что он стоит во главе какой-то там великой державы. Вот и всё, что можно из этого интервью, самого главного, вынести. А остальное это просто либо враньё, либо передёргивание, либо даже отрицание действительности. И в том числе, кстати, даже отрицание китайской позиции. Потому что, например, когда говорилось, допустим, о новой меропорядке, то Путин задаёт вопрос интервью китайскому. А вот говорят там «по правилам», «жить по правилам». А где вы видели эти правила? Нигде они не написаны. И все пытаются, так сказать, нам навязать «жить по правилам», которые нигде не написаны. Как-то правила нигде не написаны. Правила написаны в международном правиле, в международных отношениях. Тонны бумаги, тонны. Самое главное правило находится в Нью-Йорке, в Организации Объединённых Наций. Организация Объединённых Наций в 1945 году собралась и написала правило. Это правило называется «Онстав ООН». И туда принимают только людей и только страны, которые признают это писанное правило, которым является устав Организации Объединённых Наций. Российскую Федерацию, кстати, в ООН не принимали. Она не прошла процедуру принятия. Она просто изменяла креста Советского Союза. А все остальные страны прошли процедуру принятия. И там живут по правилам. И Китай, кстати, когда предлагал свой мирный план из 12 пунктов, который, в общем, за всё хорошее против всего плохого, то вот за всё хорошее первым пунктом китайского плана написано «Соблюдение Устава Организации Объединённых Наций». Писанного правила. И Путин вдруг в интервью к китайскому телевидению говорит, что никаких правил на самом деле не существует, кто их где видел. И это только ООНовские правила. А дальше таких правил сколько угодно. Международная торговая организация. Писанные правила везде. Международный Красный Крест. Писанные правила. Женевские конвенции. Писанные правила. Венская конвенция по дипломатическим отношениям 1963 года, на основании которых действуют все дипломатические представители всех стран по всему миру. Писанное правило. Всё международное право в основном формально. В основном всё записано на бумаге. И под этим правом подписываются люди. Конвенции ратифицируются. Значит, подписываются, ратифицируются и так далее. И после этого Путин несёт такие идеи, что никаких правил нет. Ну вот, вы знаете, откровенно говоря, я, если бы я был нормальным человеком, я бы вам сказал такую вещь. Пока Путин чего-то говорит, пока Путин чего-то рассказывает, нет вообще никакого смысла этого случая. Этим должны заниматься только специалисты, вот вроде нас с вами. Потому что мы, так сказать, работаем в средствах массовой информации, и у нас обязанность информировать наших зрителей о том, что происходит. Поэтому нам с вами платят деньги за то, чтобы мы этого... слушали от начала до конца и разбирали всю его ахинею, которую он говорит, потому что нормальному человеку слушать нельзя. Я вообще говорю, ребята, вы счастливые люди, которые нас смотрят, потому что вы просто можете нас послушать в пересказе этой ахинеи, потому что мы-то сами вынуждены слушать эту ахинею целыми днями от начала до конца, потому что, не дай бог, мы там не услышим какую-нибудь запятую или какую-нибудь частичку этой ахинеи, которую говорит Путик. В общем, это жуткая совершенно ахинея. И самое главное, что, конечно, этот визит — это унижение для Путина, потому что Китай сделал ставку при вот этой программе, в которой, кстати, Путин говорит, какая замечательная, представляете, Си Цзиньпинь, её приехал, вот он начал о ней говорить в Москве в 2013 году, когда делал лекцию в МГИМО, в Институте международного отношения в Москве. Это, вы знаете, это такая суть, вот Марк Трен, когда писал своему Това Суэра, то там есть, вы такой кусочек, когда Том Суэр, ну, как бы, погиб, его вся деревня хоронит, но он такой вот герой такой, значит, все забыли о том, что он был плохим мальчиком, и все вспоминают, значит, все хотят показать, что вот они с ним были близки, а какой-то там мальчик маленький, который не мог похвастаться с тем, что он был другом когда-то с Томом Суэром, он сказал, а меня однажды Том Суэр побил. Вот это единственное, что он мог сказать, что вот мы с ним знакомы не были, но он зато меня побил. Хотя тут же Марк Трен пишет в своём произведении, над ним сразу все посмеялись, потому что об этом мог сказать практически весь городок, и не было такого мальчика, которого Том Суэр когда-нибудь не побил. Вот у меня такое впечатление, что вот Путин приехал на эту встречу для того, чтобы сказать, а вот меня, Ау Си Цзиньпин, вот представляете, когда он запускал эту программу, он её запустил, её аж у нас, вот в ГИМО, вот это было не где-нибудь, а в ГИМО. И поэтому мы к ней не имеем, конечно, никакого отношения. Это программа китайская, в ней участвуют там больше или порядка 150 стран, но зато он её запустил у нас в ГИМО. Вы представляете, как мы гордимся, что он запустил её нигде-нибудь там в Вашингтоне, он запустил её не в Монголии, он запустил её там, я не знаю, не в Индии, а вот у нас в ГИМО. Это вот единственное, что Путин нашёл, чем погордиться. Сергей, не могу не согласиться с тем, что Вы сказали выше, но я хочу Вас всё-таки расспросить, а действительно ли это был Путин? Ведь мы прекрасно знаем, что Путин панически боится даже летать в своей России, на территории России, а тут он полетел в Китай. И вот со своей профессиональной точки зрения, вот мы сейчас покажем видео, где Путин в Китае, вот что Вы отметили на этом видео? Ну, мы, кстати, поясним для наших зрителей, что когда Вы показываете, Вы переворачиваете картинку, потому что они регулярно нам говорят, а что это? Вот левой рукой они поздоровались. Вот, это чтобы соблюдать права, чтобы не показывать видео один в один, чтобы Вам Ютуб потом не выставлял претензии, чтобы Вы украли эту картинку, её показали. Вот, значит, для меня это настоящий, Путин. И вообще я к истории с двойниками отношусь гораздо более. Вот видите, вот там почти 40 человек стоит вокруг Си Цзиньпини, но вот, правда, Путина поставили по правую сторону, хотя на вашей картинке он стоит слева, потому что она перевёрнута. Вот, значит, я к истории с двойниками относительно очень аккуратно, потому что я считаю, что путинские двойники используются только тогда, когда Путин должен общаться с народом, когда он не знает, с кем он будет общаться, тогда могут быть снайперы, тогда могут быть сумасшедшие люди, какие-то вывезти от Пута. Стадион, Лужники, 75 тысяч человек, минус 18 зимой, конечно, это не был Путин. Мариуполь, конечно, это не был Путин. Севастополь не был Путин. Ростов не был Путин. Здесь, с моей точки зрения, это, конечно, настоящий Путин, потому что никакого двойника не пошлют, на самом деле, в Китай. Хотя здесь со мной не согласятся мои партнёры. Вот вы регулярно теперь демонстрируете мои итоги недели с генералом СВР. Генерал СВР и Валерий Дмитрий Соловей убеждены, что в этот раз в Китай поехал двойник, потому что китайцы хотели устроить смотрины двойнику. Я это, к сожалению, не разделяю. Это, кстати, доказательство тем, что людям, которые говорят, ну вы со всем соглашаетесь всегда, и генерал с вами соглашается, и вы с ним соглашаетесь. Это всё показать, что нет, у нас есть разногласия, у нас есть вещи, которые я рассматриваю совершенно по-любому. Потому что для меня просто совершенно невозможно представить себе, что ненастоящий Путин поехал на такую встречу, где так много людей, и такая важная встреча. Мне кажется, что это двойник. Это настоящий. Ну и ещё двойников, кстати, интересная версия. Но вот буквально последний вопрос по Китаю. Пойдём дальше. Как вы думаете, действительно ли Путин мог договориться сегодня в Китае о том, чтобы Китай помог ему с вооружением для войны в Украине? Он пытается договориться, но я думаю, что он не договорится напрямую с Китаем. Потому что Китай просто даёт ему какой-то серый экспорт того, что запрещено западными санкциями, электронику, какие-то компоненты, которые нужны в составляющих, в ракетах, в дронах и так далее. Кстати, дроны китайские продаёт. Китай продаёт действительно Российской Федерации дроны. И надо сказать, что это очень неприятная вещь, потому что Китай уже в этом году практически перестал продавать дроны Украине. В прошлом году Украина закупила огромное количество, на миллионы почти шло исчисление дронов. Я имею в виду, не обязательно такие, как Байдактар, это не самолёты такие большие, а просто бытовые дроны, которые просто у нас покупают детям, покупают игрушки, в виде игрушки такой. Значит, камера, дрон запускают, снимают свой бассейн, своих бабушек, дедушек, своих приятелей и так далее. Вот таких дронов Украина в прошлом году закупила довольно большое количество и научилась их использовать. Вот эти игрушки, из этих же игрушек Украина сделала грозное оружие, потому что одну маленькую мину или одну маленькую гранату можно вполне привязать к такому маленькому дрону. И если вы ее бросите прямо на голову трем солдатам, то вы, в общем, можете их убить или серьезно ранить. Так вот, в этом году Китай перестал продавать Украине и в этом смысле большие проблемы Украины с покупкой вот таких бытовых дронов. А такие дроны наверняка продаются России. Я видел цифры, где-то 2 миллиона или 3 миллиона таких дронов было продано Российской Федерации. Но, с другой стороны, Путин поехал в Китай для того, чтобы Китай надавил на Северную Коррю. Потому что у Северной Коррю есть старые советские снаряды, есть снаряды старых советских талибров, которые нужны Путину, которых у Путина не хватает. Военно-промышленный комплекс Российской Федерации, конечно, запущен, но он все равно не справляется с объемами. И ему, конечно, очень бы хотелось получить старые эти либо советские, либо по советским рекламам сделанные снаряды из Северной Кореи. У Северной Кореи есть большой запас, но она не может катать Путина напрямую, потому что у нее есть большой брат Китай, который либо разрешает, либо не разрешает. И вот я думаю, что если будут какие-то переговоры военные, то, скорее всего, вот на эту тему, чтобы Китай не сам, а хотя бы Северной Кореи позволил что-то там поставить на фронт в Украине. Тут Россия начала говорить о том, что отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Как вы думаете, что стоит за этим заявлением? Уже старая история, потому что эту историю Путин сам запустил на так называемом Валдайском форуме, который никакой не Валдайский, никакой не форум, а это просто сборище какого-то потребня со всего мира, которое собрали в Сочи. Почему-то называют это Валдайский, но у них совершенно не это нормальное состояние Российской Федерации. И таким образом вот там он запустил эту историю. Он говорил не то, что Россия собирается выходить из договора о заключении проведения испытаний ядерного оружия, но она хочет привести просто этот, скажем так, свой статус в равные положения со Соединённых Штатов. Надо сказать, что несколько значимых стран ядерных вообще не подписало этот договор. в частности, по-моему, даже Китай. Потому что он не ратифицировал это точно совершенно, но, по-моему, даже Китай не подписывал соглашение. Мы подписывали его Индия-Пакистан, из значимых стран Северная Корея, то есть ядерные страны, у которых есть ядерное оружие, которые не хотят себя обременять этими ограничениями. Но, тем не менее, на самом деле весь мир в принципе соблюдает этот договор. И Российская Федерация его подписала и ратифицировала через парламент, то есть через Думу, а Соединенные Штаты Америки подписали, но не ратифицировали. И вот Путин сказал, что поскольку США не ратифицировали, то да, и мы просто с ними сравняемся в уровне. И поэтому это не значит, что Россия, вот, кстати, я где-то слышал, где-то читал уже, что говорят там, Россия собирается расторгнуть этот договор. Нет, на данном этапе о расторжении договора не идет, о выходе из договора не идет, идет разговор об отзыве ратификации Государственной Думы этого договора. Но это не означает, что из него страна выходит. Вот это точно даже как римский статут. Да, потому что есть страны, которые подписали и ратифицировали, а есть страны, допустим, как Украина, которая подписала римский статут, но не ратифицировала. Через вашу Верховную Раду римский статут не прошел окончательного утверждения. Вот в Армении так было до последней недели, на прошлой неделе, значит, парламент Армении ратифицировал римский статут. То есть, понимаете, то, что ратификация это как бы завершение процесса, окончательное утверждение, так сказать, присоединения или неприсоединения страны к определенному международному документу, кстати, опять письменному документу, да, вот это правило, Путин, опять же возвращаемся, Путин говорит, а где были написаны правила? Вот, есть договор, который называется договор о запрещении проведения испытаний ядерного оружия там во всех трех сферах там в воздухе, под землей, на земле и под водой. Вот, и это абсолютно письменное правило, и Российская Федерация его подписала и ратифицировала это письменное правило, а вот сейчас, значит, она захотела из него выйти из ратификации, только отзывает ратификацию, ничего больше. Не строго говоря, пока что это не означает вообще, вообще ничего. То есть, я так думаю, что эта новость, кстати, значительно переоценена, но, тем не менее, это неприятная вещь, потому что, когда в Российской Федерации, которая 19 месяцев постоянно миру грозит ядерном оружии, постоянно говорит о ядерном оружии и так далее, и вдруг она хочет формально выйти, отозвать свою ратификацию, это неприятно. Еще хочу вас расспросить от бывшего разведчика, как бывшего шпиона и сотрудника КГБ. Вот тут Мария Москвы случайно слила в интернет адреса секретных объектов ФСО, ФСБ и ГРУ. Речь идет о так называемых конспиративных квартирах, спецслужб и не только. Вот вы, как бывший разведчик, что вы думаете об этом провале? Ну, это российская безалабельность. Обыкновенная российская безалабельность с одной стороны, и с другой стороны это доказывает всем тем людям, которые сомневаются, что мы с вами сейчас живем совершенно в другую эпоху. В советское время это не было возможно, потому что не было интернета. И поэтому все эти документы были писаны, они были секретные, и их найти, эти секретные документы, никто формально не мог, потому что просто они лежали где-то там в сейфах у каких-то чиновников, и пока эти чиновники физически не взяли документы из сейфа и не вывесили куда-то, что грозило, естественно, уголовным преследованием, то это было в советское время невозможно. Сейчас подавляющее большинство документов оборота в развитых странах идет через виртуальные ящики, и оно хранится на виртуальных архивах, оно вывешивается на сайтах. Есть, кстати, обязательства, допустим, по законодательству Российской Федерации, например, Российская Федерация не может принимать ни одного секретного решения, суды Российской Федерации не могут принять ни одного секретного решения. Все решения судов Российской Федерации должны быть открытыми. Тем не менее, и, значит, соответственно, когда они открыты, они должны вывешиваться на сайтах Верховного суда, на судов апеллиционных и судов первой инстанции. Но в отношении меня, например, когда у меня были тяжбы со службы внешней разведки, то первое время все мои тяжбы висели на сайтах Московского городского суда и Верховного суда, по теми реквизитами, которые можно было найти в моих документах, которые я вывешивал на своем сайте. А потом они взяли и сняли все эти документы, то есть они сами нарушают собственно законодательство. А здесь, когда вы рассказали про московскую мировую, это обратная вещь. То есть люди просто покопались. Вы знаете, это началось с Беллинг-5, с того, говоря, то есть с 2018 года, когда российская группа устроила покушение на Стриполей в Великобритании, три безработных и два пенсионера, в том числе из Германии и из Голландии, решили создать такую маленькую ячейку международную по расследованию этого дела, покопались в интернете и нашли огромное количество документов, которые выложены в открытый доступ во всякие базы и которые просто у людей нормальных не хватает времени, чтобы рыться в этом деле, потому что это отнимает очень много времени найти, искать, надо знать, как искать, где искать и так далее. И они нашли про этих Мышкина и Баширова абсолютно всё. Их фамилии настоящие, их адреса, их автомашины, их номера воинских частей, фотографии, где они, герои России в тех частях, где они служили, номера их загранпаспортов и так далее и тому подобное. Они, кстати, разыскали потом и они, вот эта организация разрослась, стала важной международной организацией, у неё сделалась методика, они теперь умеют это делать. И некоторые организации пошли по их стопам и вот так возникали, кстати, там всякие Panama Papers и так далее. То есть они просто получали массивы большие из баз данных информации, а потом нужно было создавать даже огромный международный консорциум, чтобы просто переварить эту информацию. и вот переварили информацию о том, что на самом деле где-то в какой-то базе секретной или не секретной, скорее всего, даже не секретной. Кстати, база, это была вот первая база, недавно которую слили, это была база электрических сетей, то есть просто электрическая компания Московская, Энерго, там чего, я не знаю, как там она называется теперь, у нее есть документ, какие объекты нельзя ни в коем случае отключать от электроэнергии. И, судя по всему, этот документ, в общем, ну, наверное, ДСП, а может быть, даже и не секретный вообще. Но просто какие-то люди подумали и сказали, что а если их нельзя отключать ни при каких условиях от электроосстановления, значит, это называется на военном языке стратегические объекты. И дальше они стали смотреть по адресам, и вдруг вышли на адреса всех секретных явок там, значит, спецслужб Российской Федерации, Генштаба, Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, СВР, ГРУ и так далее. И вот таким образом родилась эта история и сейчас она имеет свое продолжение, потому что на самом деле вот в мое время, допустим, когда мы, разведчики, внешние разведчики уезжали за границу. то нас должны были снимать с военного учета. И нас снимали с обычного, вот когда мы поступали на службу в КГБ, нас снимали с обычного воинского учета офицеров запаса и ставили на специальный учет, который назывался воинский учет офицеров запаса по директиве генерального штата. И вот это внутренний документ, который в военкомате люди могли к нему иметь доступ там, внутри этого военкомата. Но поскольку в военкомате были все активы бумажные, то это никуда не выходило. Но сейчас-то бумажных архив становится меньше и становится все больше электронных архивов. И дальше возникает просто бардак. Плюс к тому же еще есть какие-то люди в Российской Федерации, в ФСБ и в прочих техслужбах, которые просто за бабло сливают эти архивы, просто воруют их. Там же все хакерсы, так сказать, никто не хочет платить деньги за использование, например, лицензионного продукта программного в своих компьютерах. Многие устанавливают ворованный Microsoft, ворованный операционную систему Apple и так далее. И в итоге все это оказывается на рынке, вот раньше на Синишниках, на Митинском рынке, а теперь в базах данных в интернете, если в них хорошо покопаться, то можно найти еще и такое, я не удивлюсь, что можно найти вообще, допустим, планы всех ядерных объектов Российской Федерации. Потому что их же тоже нельзя отключать от этого сопротивления. Кстати, вот когда этот скандал состоялся в Москве, то люди, которые к этому не имели прямого отношения, они сделали такой же поиск в других регионах Российской Федерации и обнаружили, что во всех энергетических организациях, во всех субъектах Российской Федерации существуют точно такие же банные базы данных, где можно найти соответственно стратегические объекты в каждом субъекте Российской Федерации. А вот, Сергей, объясните, для тех, кто никак не связан со спецслужбами, насколько это вообще секретная информация и как такую информацию может, например, воспользоваться украинская разведка? Это чрезвычайно интересная информация, чрезвычайно стратегическая информация, потому что если у вас есть адреса этих объектов, то вы можете заложить координаты географические этих объектов и долбить по ним всем, чем можете долбить. То есть, грубо говоря, до Москвы, может быть, пока еще не долетает много-много всего, но не обязательно бить по Кремлю, не обязательно бить по Нового Агарёва. Значит, можно ударить по какой-нибудь там базе, допустим, я не знаю, там в Балашике база управления нелегальной разведки, службы нелегальной разведки. Можно ударить по Академии внешней разведки, человек ничего, да, можно ударить и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, когда у вас есть список всех стратегических объектов Российской Федерации, кстати, это, судя по всему, украинские вооруженные силы сделали в декабре прошлого года, когда они ударили по аэродромам Дягилева и Энгельс-2, которые являлись стратегическими аэродромами стратегической ядерной авиации Российской Федерации, то есть, одной из трёх составляющих ядерной триады Российской Федерации. Потом был Кремль, а теперь есть список всех абсолютно стратегических объектов, полученные на территории Российской Федерации. Теперь просто будет упираться в наличии ракет, которые могут туда долететь. Возможно, теперь боевую в Москве будет ещё больше в ближайшее время. Сергей, давайте ещё поговорим о Израиле. Как вы думаете, решится ли цехал на земную операцию в секторе Газа? И что это вообще будет означать в контексте войны в этом регионе? Я думаю, сейчас на Израиль очень сильно давит международное сообщество и даже его партнёры. Мы знаем, что президент Байден собирается приезжать и уже даже летит в Израиль и будет давить на Израиль, потому что он считает и вообще западные партнёры считают, что Израиле не надо влезать в наземную операцию в секторе Газа. И на самом деле для меня тоже это довольно странная вещь. Вот почему странно. Потому что в Украине всё очень просто. У вас есть фактическая война, у вас есть фактический фронт. Вот у вас есть разделительная линия с севера на юг, на востоке Украины, которая там 800 километров кто-то говорит, кто-то говорит, даже если все изгибы считать, что там и тысячи влезти получается. Но вы знаете, что у вас есть линия фронта по одну сторону Украина, по другую сторону Россия. Причём Россия войсками. И вот на глубину до 30 километров под другую линию фронта вы можете бить куда угодно, чем угодно, потому что даже если вы попадёте в каких-то гражданских людей, ну не надо им ходить по тем местам, где летают ракеты. Плюс вы можете бить ещё по всем военным целям, которые находятся даже на территории Российской Федерации, то есть воинские части, склады, боеприпасы, крупные железнодорожные узлы, где идут военные перевозки, командные пункты и так далее и тому подобное. Вот ничего этого нет в Газе. Газа — это просто кусок земли 40 километров в длину, 12 в ширину, значит, получается 50-500 квадратных километров примерно, значит, и на этой территории проживает практически 2,5, там, 2,2 десятка миллиона населения палестинского условно, потому что вообще понятия такого палестинского по-моему, даже нет, потому что они арабы, они говорят на арабском языке, то есть это как, знаете, как если бы в Омске, допустим, вдруг решили создать омское государство, потому что они же тоже русские, просто проживают в Омске, а вот рядом там Томск и там такие же русские и как бы другое государство. Это вот примерно тем, то, чем отличается там, я не знаю, там, Саундская Аравия, от Катара или от объединенных арабских мира, потому что они все говорят на одном и том же арабском языке, ну, правда, с диалектом, но самое главное другое, что вот эти, в этих двух миллионов, даже чуть больше населения замешаны какие-то выявления, причем они же не носят униформы, они же не носят там, ну, конечно, для видосов какого-нибудь, они надевают какие-то повязки, шахедов, не шахедов, смертников там и прочее дихадинские, но в жизни всего этого нет, то есть они ходят в тех же самых трениках, в тех же самых джинсах или в тех же самых ахламонов, значит, одеждах традиционных арабских, вот, их отличить мирного человека от немирного практически нельзя, просто немирный идет с автоматом Калашникова, да, но это не обязательно видит дрон, это не обязательно видит спутник, вот, и самое главное другое, что все эти боевики живут среди населения, запускают свои ракеты прямо вот из жилых кварталов по Израилю, и таким образом, если вы ответку туда посылаете, то вы рискуете убить довольно большое число людей, которые просто, которыми просто эти боевики прикрывают, плюс, мы вообще, там, вот я читал и под своими роликами, и под роликами на вашем канале, регулярно пишут люди из Израиля, что вообще зачем вы делаете, вообще разделяете, там, мирные, немирные, потому что они все там такие, они все находятся под управлением Хамаса террористической организации, они все на него работают, они за него голосовали, они его выбрали, то есть они являются практически государственным таким, квази-государственным образованием террористическим, и поэтому там разделять мирные, немирные нельзя, но там можно только единственное, что отличить там ребенок, и то, даже если вы посмотрите ту пропаганду, которую они показывают в школах, там, начиная там с пяти лет, там уже им сказки уже рассказывают, детские сказки, по телевизору в этой самой газе им рассказывают, что вот там, причем детские сказки, вот как у нас, там, зайчики всякие, там, волки какие-нибудь, там, я не знаю, там, собачки, кошечки, вот они им рассказывают, что вот надо мальчикам и девочкам идти в Израиль и убивать там вот плохих евреев, которые там живут, вот это им рассказывают в детских сказках, и вот как вы будете делить боевиков от небоевиков, и вот по этому поводу эта операция очень сложна, потому что просто когда вы с танком заезжаете на какую-то территорию, вот танк, он должен бить куда-то, да, вот должна быть цель, и вот цель это какая, какая, жилой дом, в котором там одна квартира, это боевик живёт, а другая квартира не боевик, и вот цель, а как её различить, где её, где будет цель и положение, что вот эта вот квартира на пятом этаже, вот эта квартира боевика, а прям под ним это квартира мирного жителя, вот в чём проблема для Израиля, и по этому поводу, кстати, Израиль согласился с этой проблемой, и не очень сейчас активно раскручивает эту историю с наземной операцией, потому что войти можно будет, а вот выходить будет уже гораздо сложнее, и плюс на него все давят, кому не походится. А вот, кстати, как вы считаете, вот эти визиты Путина в Китай, Байдена в Израиль, действительно ли могут означать начало Третьей мировой, вот в глобальном смысле этого слова? Ну, вообще, Третья мировая война уже была, потому что Третья мировая война была холодная, но, то есть, она была формально с 1946 года, когда Черчилль принёс свою речь в Пултоне, и дальше до распада Советского Союза, до 1991 года, когда формально закончил то, что в плане коммунистической лаги. Вот, вот это была Третья мировая война, причём она была, включала в себя, кстати, и горячие фазы, потому что были войны в Корее, где на одной стороне были Китай, Советский Союз, и Северная Корея, а с другой стороны была международная коалиция, кстати, под флагом организации абонентации, но во главе с Соединёнными Статами Америки, и так далее. Потом была Вьетнамская война, потом были войны в Афганистане, была война в Афганистане, в Никарагуа, в Анголии, в Мозамбике, где тут и нет. И поэтому Третья мировая война, строго говоря, уже прошла и уже состоялась, и она, кстати, её результатом в 1991 году окончания этой Третьей мировой войны было разрушение мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны, то есть после создания организации объединенных наций, и тогда, когда весь мир был разделён на два глобальных лагеря, капиталистические, коммунистические, плюс Третий лагерь, не присоединившийся, который был между этими двумя лагерями. Вот в 1991 году, 25 декабря, это всё формально закончилось. И поэтому то, что сейчас идёт, это уже Четвёртая мировая война, и, кстати, она уже тоже началась давно. Она началась, ну вот Санислав Билковский сделал у себя передачу, как было, я всем советую посмотреть, он формально говорит, что с его точки зрения она началась в 2014 году, когда Путин аннексировал Крым и устроил заворуху в Донбассе. Я в этом смысле, я согласен, что Санислав Билковский, что это Четвёртая мировая война, я согласен, что она началась и идёт, я не согласен по срокам. Я считаю, я считаю, что она началась 8 августа 2008 года, когда путинская Россия под предварительством тогда Медведева напала на Грузию и аннексировала 20% грузинской территории, потому что напала на Грузию она не потому, что территории нужны были, а потому что Грузия захотела просединиться к блоку НАТО, она захотела сделать всё то, что сделала Украина, хотела сделать Украину. И вот против Грузии начали Первую войну в 2008 году, посмотрели, как мир на неё отреагировал, мир на неё не отреагировал, мир на него, значит, Обама погладил по головке всех и сказал, давайте мы сделаем перезагрузку, так называемую, и типа перезагрузились, а дальше Путин в 2014 году сказал, что раз они съели это в 2008 году, значит, съедят и Крым. И действительно все съели Крым, и все съели Донбасс, и 8 лет это всё дело длилось. То есть на самом деле эта Вторая, Четвёртая мировая война идёт уже как минимум с 2008 года. Но дальше вопрос просто идёт о том, перерастёт ли она в глобальную горячую войну или нет. Потому что вот то, что случилось, допустим, 24 февраля прошлого года в Украине, это горячая фаза войны против Украины, которая с Украины идёт с 2014 года. Тоже мы в этом феврале 2024 года будем уже отмечать такую мрачную дату десятилетия войны Российской Федерации против Украины. То есть на самом деле вся эта история идёт. Почему она идёт? Потому что ведь воюет на поле боя Россия с Украиной, но за вами стоит коалиция 54 государств, которые вам поставляют оружие, поставляют финансы, поставляют гуманитарные продукты, поставляют просто вам продукты, поставляют энергетику какую-то и так далее. И за Россией тоже стоит группа стран, хотя бы Беларусь, хотя бы Китай, хотя бы Северная Корея, хотя бы Индия, потому что эти страны хотя и не воюют на стороне Российской Федерации, но поддерживают её экономически. И даже там БРИКС, можно сказать, стоит за Российской Федерацией, и даже там страны Африки, которые голосуют за какие-то резолюции, предлагаемые Российской Федерацией, и так далее. То есть на самом деле мировая война идёт, просто другое дело, станет ли она в горячей фазе общей мировой, и будут ли в неё включены ещё большее количество стран. Вот о чём идёт разговор, когда мы говорим про четвёртую мировую войну. Сергей, у меня остаётся последний вопрос, который я вам хочу сегодня задать. Пресс-секретарь Путина Песков заявил о том, что конкурентов на выборы у Путина нет и быть не может. Но я вас хочу спросить следующее. А какой сценарий, вот, например, в Кремле, на случай, если с Путиным что-то случится, вот, например, сердечный приступ? Ну, вот здесь вот так, они могут вынуть войника. Потому что если просто сердечный приступ, тогда могут поставить войника, войника вынут в том случае, если элиты вокруг Путина не договорились о разделе власти после Путина. Потому что если они договорились, если там есть консенсус, потому что есть конституция, если Путин умирает, значит, его место занимает премьер-министр Мишустин, и в течение трёх месяцев он должен организовать новые выводы. Вот если этот консенсус есть, то тогда работает конституция. А вот если консенсуса нету, или если кто-то считает, что Мишустин недостоин того, чтобы стать преемником Путина, и хотя бы отвечать за эту процедуру передачи власти француза власти после Путина, вот тогда могут выдвинуть двойника и тянуть время, или двойник, например, может выйти и сказать, что я передаю власти по конституции, там после меня должен, например, Мишустин, а я вот решил, вот я, Мишустин, решил, что это будет Мишустин, а, допустим, там, патрук, бортник, золото, кто угодно, не имеет никакого значения фигура, которая будет не вновляться. Главное, что это будет фигура, которая не записана в конституции, вот для этого нужно будет двойник. Вот и все. В остальном, значит, то, что сказал Песков, это для нас очень хорошо, потому что Песков подтвердил, что Российская Федерация в ней является демократией, в ней не проводятся выборы, потому что если государственное лицо, которое является, говорит официально от имени президента, говорит, что никакого конкурента нет, значит, нет никаких выборов. Значит, не надо даже играть в выборы, то есть, не надо даже делать вид, что вы проводите какие-то выборы. Сергей, спасибо вам за этот объективный и интересный разговор. Нашим зрителям, я напомню, общались с Сергеем Жирновым, это бывший сотрудник КГБ и бывший шпион, писатель и журналист. А если вам это видео понравилось, обязательно ставьте лайк, напишите под ним комментарий и подпишитесь на YouTube-канал 24 и на YouTube-канал Сергея Жирнова. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok